Добрый день, уважаемые ученики, подписчики, гости нашего канала. С вами Школа 60 Тимофеевых. Хочу познакомить вас со своей новой работой. Платье шелковое, нарядное, Эвелина. Посмотрите сначала на него, вот так вот я крутну манекен. Силуэт приталенный. Длину можно делать в пол, можно сделать короче. Платье женственный, нарядный фасон. Рукава есть, но проймы нет. Цельнокройный рукав, надо просто правильный наклон поймать. И получится, платье у нас свободненькое вот здесь, но рукавчик все-таки есть. Отрезное платье, оно показывает нашу фигуру, у нас талия подчеркнута. Юбка не просто собранная вот здесь, как бы драпировочку, на полочке и по спиночке она тоже собрана. Нет, она клеш. Это клешоная юбка, плюс она еще и присобранная. Вы видите, что платье это нарядное, в талию. Оно очень хорошо подчеркивает фигуру. И казалось бы, что в этом платье, как и во всех платьях, которые приталенные, мы чувствуем небольшое напряжение, потому что всегда такие платья бывают строго по фигуре. Вот это платье тоже великолепно подчеркивает нашу женственность, нашу фигуру. Но посмотрите, сколько здесь комфорта. Вот мои модели всегда стремятся вот к этому, чтобы было и красиво, и нарядно, и модно, но обязательно, чтобы был комфорт. Давайте разберемся с этим платьем. Посмотрите-ка, впереди у нас запах. Запах довольно-таки глубокий, необычный, потому что драпировка идет и по левой, и по правой стороне полочки. Обтачка у нас здесь цельнокроенная, что тоже упрощает нам работу на полочке, именно на полочке. Отрезное по талии, совершенно автономно полочка и лиф и юбка, присобрана здесь драпировочка, а тут драпировка совсем другая в юбочке, в нашей. И все это на поясочке. Вот это глубокое декольте нам позволяет не вставлять замок. Для горловины он не нужен. Вот такой рукав цельнокроенный, спущенный, нам, конечно, дает великолепный комфорт. Вот в этом месте нет тугой проймы, нет напряжения никакого, а в то же время женственно, очень элегантно. Не создается впечатление мешковатого платья. Это у нас полочка. Присобрана впереди и клешоная юбка. Спинка. У нас с вами комфорт, нет замочка. Посмотрите как. Для горловины он не нужен, потому что большое декольте. А в талии бы он очень был нужен, этот замочек. Но шелковая ткань. Ну кому хочется в шелковую ткань вставлять замок? Ну он необходим бывает. А здесь мы обошлись. Посмотрите, что я сделала. Этот у нас с вами трюк с резиночкой вот здесь на спинке. Он одновременно у нас делает вот здесь драпировочку именно на лифе спинки. И опять же таки отрезная талия и совершенно автономная такая же клешоная юбка. Но у них общая кулиска. И все. И мы обошлись с вами без какого-либо замка. Великолепно. Можно без замочка это платье надевать. Пояс. Очень модный сейчас. Очень актуальный. Пояс с декоративными складками глубокими. Посмотрите, он не отдельно, мы можем его завязать. Он уже встроен в конструкцию платья. Он уже внутри платья. Но посмотрите, как здорово. Никакого внешнего. Вы ни одного шва не увидите. Ни здесь нет шва по верху. Ни тут нет швов. Но пояс пришит. Он пришит вот к этой конструкции. Пришит ровно вот до этого местечка. Посмотрите, вот до этого места. А здесь уже нам не надо его пришивать. Здесь нам нужна вот эта свобода. Вот такое удобное платье. Вы можете не напрягаться. Вы можете лишний кусочек тортика съесть. И у вас не будет проблемой именно с линией талии. Можете чуть-чуть расслабить поясок. И все прекрасно. Интересно, это модель, конечно, и технической сборкой. Вот сова вот эта сборка вот этого места. Вот оригинального нашего красивого драпированного пояса. И такой сложной конструкции, что у нас здесь и запах, и драпировка на юбке. И все это вместе монолитное. Да и тут тоже. Вот эта вся технология, она необычная, нетрадиционная. Она прямо, можно сказать, что оригинальная. Вот для тех из вас, кто не хочет останавливаться на достигнутом, кто хочет развиваться дальше, изучайте новые, необыкновенные, необычные технологии сборок. Вот я вам дарю вот эту технологию мою подробнейшим образом. Разбираю шаг за шагом, медленно, каждую складочку. Как это все встроить, как это все присобрать, как это все пришить потом к лифу. А на спинке, посмотрите, кособейка. А тут у нас с вами цельнокройная обтачечка. Тоже очень так интересно все сделано. Нетрадиционно, необычно. На рукавчике у нас здесь маленькую складочку я сделала небольшую. Ее можно и не делать, и рукав этот можно сделать чуть длиннее, чуть короче. Это уже на ваше усмотрение. Вот такое чудесное женственное платье с глубоким-глубоким запахом. Показываю вам на столе с изнаночной стороны. Просто хочу вам показать, какая прекрасная вот работа получается с изнанки. Вот такая технология. Вот это наш запах. Наша цельнокройная обтачка. Посмотрите, какая горловина красивая вот в этом месте, где у нас стыковочка кособейка и цельнокройная обтачка. Рукав тоже цельнокройный, прекрасный, удобный. Вот юбка-клеш. Вот она наша огромная широкая юбочка. И показываю вам вот со стороны спинки. Посмотрите, какая кулиска. Вот это вся технология. Мы все это будем подробно с вами вместе, все это создавать вот в этом платье. Итак, вот такое чудесное, прекрасное у нас с вами платье Эвелина. Еще раз я вам прокручиваю это платьишко. Посмотрите, чудесное, нарядное, красивое, легкое и очень удобное платье. Под роликом в описании и в первом комментарии ссылка на сайт с подробностями получения уроков. Переходите по ссылке. Либо пишите на WhatsApp. Номер указан на экране. Данная модель я порекомендовала бы вам сшить еще из более легкого шелка, чем вот мой. У меня немножко тяжеловатый шелк. И рекомендую набивную ткань. Мелкий горошек, мелкий цветочек или наоборот крупный принт, легкое, воздушное. Из шифона великолепно будет смотреться это платье. Я тоже хотела вам представить эту модель именно в принтованной, так сказать, ткани с принтом. Но остановилась на однотонной. Хотела вам показать во всех подробностях вот эту сложную конструкцию полочки, чтобы вы это все хорошо увидели, поняли, что это за такая фишечка наша этого платья. Хорошо, чтобы вы разглядели спинку и так далее, чтобы эта модель для вас как обучающий объект была более понятна. Это обучающее платье. Платье для того, чтобы вы научились шить такую модель. Ну что ж, я вам желаю успехов. Я уже вижу ваши прекрасные платья, легкие, воздушные, в пол, короткие, из шифона, из шелка, из атласа. Вот это, эту модель. Всего доброго вам, всего хорошего. Шейте с нами, шейте с огромным удовольствием, любите себя и свое творчество. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!